Смотрите далее. Понравился ли Ирине Скопцевой сюрприз от Федора и Алены? Ну, скандал был большой. Какие фотографии стали сюрпризом для Федора? А как вы это сделали? И на ком в этом доме все хозяйство? Федя вытесывает траву, как ни один человек. Почему тебе все надо рассказать? Кстати, легенда гласит, что вы с сестрой любили похулиганить и подкладывали букеты, которые дарили Ирише. Ой, это страшная история была. Бумажки! Все записки какие-то. Это было один раз. А один раз все было? То есть это не система? Ну, скандал был большой. Дайте милостынюх ресторан. Ходи прочь. Не велено говорить с заключенными. Пойди, старик. Я беднее тебя. Ты на воле. Брат и сестра. Бедные дети. Что пташки в клетке? Во-первых, мотивацию хотят запонять. Ну, мотивация хулиганства. Так, чистый вид. Ну, как ты видишь, что... Я ни разу не видел, чтобы родители ссорились или повышали голос. Я не помню. Вот шел сюда. А манесюры исполнили? Ни разу. И ни разу не помню, чтобы они были не вместе. Они вдвоем все время. Ну, наверное, от этого как-то пошутить. А чья идея была? Аленой или вашей? Ну, наверное, Аленой. Она постарше меня на 5 лет. Мы в букет, который мама принесла, в один из букетов, мы положили записочку там от Ивана Ивановича. Ну, и потом это все взорвалось. Еще как-то помогли папе Сергею Федоровичу, чтобы он увидел эту записочку. Ну, мы не ожидали, так сказать, такого. Сами испугались тут же. Сказали, что это наша шутка. Пошутили. Ну, то есть ревнивый был действительно от Элла, да? Ну, да, вот я это видел. Один раз больше не шутил. Платок, что я любил и дал тебе, дала-то кольцо. Нет, клянусь я жизни. Я видел сам платок в его руках. Значит, он нашел платка я не дала. За ним пошлите, пусть правду скажут. Он уже сказал. А вы ревновали мужем? Нет. То есть настолько уверены всегда в своей красоте и в своей воле, что никогда не возникало? Нет, вот этот последний, конец фразы ко мне не относится. А я не знаю, у нас были такие взаимоотношения, что мы как одно целое были. Сергей Федорович, когда приступил к войне и миру, сказал, что... А тут родилась Аленка. Он мне говорит, я снимаю картину, а ты все остальное. Ко всему остальному относилось то, что тут же в первые дни съемок Бонни говорит, Ир, подготовь мне салон Элен. Актрисы пять народных. Конечно, они приходили, смотрели на меня как на ученицу, а теперь вдруг жена режиссера. И мы так все сорганизовали. Правда, помогла мне и баба Маня, и баба Юля. Мы напекли пирожков, все, вымоли... Это мама и бабушка, и прабабабушка. Вымоли гримерную, наставили цветов. И три дня мои актрисы наслаждались, наслаждались тем, что было действительно, понимаешь, вот мы к концу съемки, наверное, тоже будем очень по-другому относиться, не так, как когда вы пришли, понимаешь? И вот такие задания давало, что, конечно, нужно было вертеться. Вы вот себя ощущали в этот момент партнером или исполнителем? Да всем. Я и чтобы белая рубашка была, и чтобы я текст знала, и чтобы хорошо выглядела. Да нет, ну, у нас была дружная семья. Очень дружная, очень понимающая, очень творческая. У меня перед глазами, когда я смотрю на вас, на заднем плане вот кресло, в котором я прям вас вижу, вы ведь, наверное, это ваше кресло, нет? Рассказываю. Наверное, ты тоже не знаешь про это кресло истории. Конечно, я тоже не знаю. Ну, я-то точно не знаю. Вот расскажи. Я не буду ничего рассказывать. А, не знаю. Вот когда Бондарчук давал мне задание, ты должна сделать то-то, ты должна мне помочь, ты должна организовать народных, а народные же мои в прошлом учителя, пригласили двух женщин, актрису Ирину Федоровну Шаляпину. И другую фамилию не буду называть, она связана с Ибинем Маяковским и с трагедиями. И Ирина Федоровна приходила, пила с нами чай, а потом отвела меня в коридор и говорит, Ирочка, я хочу вам подарок сделать, только вы не обижайтесь на этот подарок. Я говорю, какой? У меня есть папина рухлядь, кресло. Там кроме остова, стальных пружин и конского волоса, больше ничего нет. Я отреставрировала это кресло, и оно стоит, сколько мы здесь живем, столько оно стоит у нас. И я говорю, это шаляпинское кресло. И потом после съемки предлагаю вам посидеть в нем, вы поймете, какая идет от него энергия. А как актер вам нравится Бондарчук? Видя? Да. Я его обожаю. Вы его обожаете больше как режиссера или как актера? Бог дал Бондарчуку-старшему и Бондарчуку глаза такие. Ты думаешь о том, что сейчас и поесть, а в глазах у тебя вселенная. Вот отсюда это просвечивается. Стоило вам приехать сюда, чтобы я это наконец-то услышал. Здесь вам не учебка, здесь война! Здесь двойки не ставят, здесь убивают! Забрать говно это! Воробьев! Сменишь его! Может быть, так и не нужно, но мне, например, очень хочется прочитать сценарий, который снимает и будет снимать Федя. Сценарий, в который будет сниматься Костя. Сейчас Костя снимался в детском фильме, в смешном, хулиганском фильме. Играет Пушкина. До того момента, как я не посмотрела этот фильм, я и зашлась. Ну, как там у тебя? Ну, похож, не похож? Грим, как, что? Что это? Как Пушкин. Мы видим, что не Лермонт? Это вы подготовили фокус для Олимпиады. Отвлекли внимание часами и бац! Прямо из воздуха живую пушку. Молодцы! Так-так, я живу, и это все мне не мерещится. Ну, меня уже не хватает. На них и на кота не хватает. Приветствую вас, друзья и недорогие. Вот этот формат, когда в гости приходишь человек, он и плох, и хорош одновременно. С одной стороны, очевидный минус, потому что, если тебя пригласили позавтракать, то не с руки задавать неудобные вопросы. Ну, так просто не делается. Ну, то есть, можно, конечно, включить. Но такой проект долго не протянет. А плюсы тоже есть. Потому что, если тебя угощают, и ты ешь с аппетитом, или выпиваешь, как вот с Александром Ширином, бутылку водки уговорили до начала латора, то твой собеседник сам может сделать какую-то подачу и рассказать о чем-нибудь, о том, о чем раньше я рассказывал. Спасибо. Спасибо. Спасибо.